Война изменила не только Россию и Украину, но и международное сообщество. Конфликт заставил Европейский Союз полностью переписать правила собственной оборонной политики, которые были созданы десятилетия назад. Об этом пишут журналисты Financial Times. Через три дня после начала российского вторжения брюссельские чиновники осознали, что Украине потребуется помощь, а значит и Европейскому Союзу придется выступить против России. Уже 27 февраля 2022 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созвала экстренное совещание. Там он объявил главам МИД 27 европейских государств, что настал момент сделать немыслимое. Чиновникам предстояло разрешить использование общих средств Европейского Союза для закупки вооружений для Киева. Но вообще-то использование общих денег Союза для закупки оружия на тот момент было запрещено прямо учредительными договорами Евросоюза, например, Лиссабонским договором. Да и участие в военном конфликте, обычно осторожного Брюсселя, стало настоящим сюрпризом. Раньше брюссельские чиновники со скрипом согласовывали даже введение импортных тарифов и санитарных правил на территории Евросоюза. А мысль о военной поддержке страны, которая противостоит ядерной державе, России, с которой Европа долго пыталась подружиться, еще за несколько месяцев до войны показалась бы абсурдной. Однако экстраординарные события потребовали решительных действий. Предоставлять финансирование Украине решили через Европейский фонд мира. Раньше его средства шли на оказание помощи таким странам, как Мозамбик или Мали. Более того, деньги тратились и на поставки развивающимся странам нелетального снаряжения для поддержки внутреннего порядка. Зачастую даже поставки медицинского и инженерного оборудования Грузии и Молдове, которые также проходили через фонд, жестко критиковались левыми членами Европарламента. Они считали, что такая помощь выходит за рамки компетенции ЕС. 24 февраля изменило все. На момент начала конфликта на счету фонда находилось 50 миллионов евро. Боррелли удалось не только получить разрешение на использование этих средств от стран-членов ЕС для поддержки Украины, но и увеличить сумму почти до 500 миллионов евро. Уже 28 февраля Европа начала отправлять оружие. И деньги, которые раньше шли, например, на выплату субсидий молочным фермерам из Франции или строительство автомагистралей в Польше, были немедленно направлены Украине. Необычайно быстрое преодоление бюрократических преград показало, что Европа может не только словом, но и делом защитить миролиберальной ценности. Вскоре сумма в 500 миллионов евро увеличилась до более чем 3 миллиардов. И это позволило поставить Украине как минимум 325 танков, 36 вертолетов и более 200 реактивных систем залпового огня. И официальные лица Евросоюза планируют выделить фонду еще больше денег, чтобы и дальше поддерживать Украину. В рамках фонда Европа и Украина наладили эффективную коммуникацию и централизованную систему контроля за поставками вооружений. Информационный центр фонда регулярно получает запросы украинской армии, где указано конкретное оборудование, которое им необходимо. Затем сотрудники фонда отправляют запрос всем государствам-членам ЕС, чтобы убедиться, что те, у кого есть нужная техника, отправят ее Украине. А еще, как только Евросоюз нарушил табу и деньги фонда пошли Киеву, другие страны начали охотнее оказывать Украине и двустороннюю поддержку. Теперь они уже не боялись нарушать правила. Общая сумма военной поддержки Украине на двусторонней основе, так и через фонд, уже превысила 14 миллиардов евро. Еще 41 миллиард Киеву предоставили в виде финансовой и гуманитарной помощи. Первые дни войны показали, что десятилетия сотрудничества Европы с Москвой не помогли умиротворить Кремль и тем самым исключить вероятность масштабного конфликта в регионе. Ни торговля, ни инвестиции, ни дипломатия в итоге не оказались достаточно важными для Путина. Прошлого года уже не изменить. Однако готовность ЕС идти против собственных правил помогла оказать достойное сопротивление российской агрессии. Те, кто имеют хоть какое-то представление о сложностях европейской бюрократии, могут вообразить, насколько трудным был этот шаг. Искусственный интеллект может показать социологам, как на самом деле российское общество относится к войне. И спойлер, полученные результаты не понравятся Путину. Об этом пишут журналисты-политик. Последние десятилетия показали, что российская пропаганда вообще-то умеет манипулировать общественным мнением. И это особенно хорошо видно на примере войны России против Украины. Опросы показывали, что уровень поддержки вторжения остается относительно стабильным спустя год войны. Даже после объявления частичной мобилизации. Ну, конечно, правда, стоит помнить, что опросы населения в авторитарной стране, так и в военное время с военной цензурой, это вообще-то крайне ненадежный метод оценки общественных настроений. Многие тупо боятся преследования со стороны государства и стараются не отвечать правду, а стараются не противоречить линии партии. А значит, они могут быть не всегда откровенны, отвечая на вопросы социологов. Хорошие новости в том, что пропаганда уже работает не так хорошо, как раньше. И об этом нам говорит искусственный интеллект. Идея использовать искусственный интеллект для изучения настроений в обществе пришла в голову специалистам Центра стратегических и международных исследований, которые объединились с сотрудниками фирмы по анализу данных FilterLabs.ai, чтобы отследить настроения граждан по всей России. В прошлом году они изучали посты и комментарии в социальных сетях, публикации СМИ, посты в Телеграме и других мессенджерах, чтобы понять, а что чувствует российское общество. В своей работе они использовали один из инструментов искусственного интеллекта, который называется «Анализ настроений». Он помогает компьютерам читать и, главное, понимать созданные человеком тексты. После изучения большого массива открытых данных искусственный интеллект оценивает, какие настроения, положительные или отрицательные, преобладают в том или ином регионе страны, а не только в крупных городах, где обычно проводятся опросы. Помешать работе искусственного интеллекта не способны даже репрессивные законы, которые вообще-то тоже ограничивают свободу действий и свободу слова «россиян» в сети. Анализ центра и фильтр «Лабс» показал, как именно работают кремлевские пропагандисты. Вопреки расхожему мнению, они не вбрасывают полезные им нарративы в социальные сети каждый день, а придерживаются определенной стратегии. В нужный момент они последовательно запускают несколько разных сообщений, распространяя их волнами. С началом войны пропагандистам каждый раз удавалось повышать уровень общественной поддержки войны в среднем в течение 14 дней после запуска таких сообщений. Такая динамика наблюдалась вне зависимости от региона или темы сообщения. Однако, чем дольше идет война, тем короче становятся такие позитивные волны, особенно за пределами крупных городов. А значит, чтобы добиться желаемого эффекта, запускать пропагандистские нарративы теперь надо чаще. Россияне, к тому же, склонны меньше доверять госпропаганде и поддерживать войну, когда она влияет на их повседневную жизнь и требует жертв. Например, самому пойти или проводить родственника на фронт. Это утверждение о прежде всего верном в отношении регионов, которые больше всего и пострадали от объявленной Путина мобилизации. Эксперты Filter Labs выяснили, что в Бурятии в самом начале войны позитивный всплеск общественных настроений, вызванные национальной пропагандистской кампанией, в среднем длился 12 дней. К концу мая 2022 года духовный подъем общества длился уже 9 дней. А в июне на фоне новостей о санкциях, консолидации Запада и Украины, после очередного запуска пропагандистских нарративов позитивный всплеск продержался всего 8 дней. А потом общественные настроения и вовсе стали негативными. И такие тенденции также наблюдаются и в других регионах России. Сильное снижение поддержки войны было, например, зафиксировано в марте-апреле 22-го года. Тогда российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением, а социальные сети проникла информация о большом количестве погибших. Падение общественного настроения по всей стране исследователи заметили и после объявления мобилизации. В такие моменты пропаганда теряет свою силу и не может эффективно отвечать на недовольство граждан. Пропагандисты по-прежнему умеют хорошо запутывать общество, вбрасывая разнообразные версии, ну типа подрыва малазийского Боинга или трагедии в Буча. Это лишает граждан мотивации искать достоверные источники информации и с их помощью докапываться до истины. И все чаще начинает казаться, что все не так однозначно и, правда, вообще невозможно узнать. Однако эти исследования говорят, что путинский общественный договор, стабильность в обмен на неучастие в политической жизни страны постепенно приходят в негодность. Война, коррупция, слабые государственные институты, в свою очередь, лишь приближают крушение режима. А мы здесь тоже стараемся бороться с дезинформацией. Вот рассказываем вам лучшую аналитику и последние новости. И вы можете поддержать нас, став нашим спонсором. Как это сделать и какие есть бонусы, чатики и всякое такое, голосование за тему выпуска, читайте в описании к этому ролику. И спасибо большое за вашу поддержку. После провала весенних переговоров между Россией и Украиной, в который месяц идет переговорная война. Стороны то и дело заявляют о стремлении к переговорам, но одновременно с этим и выдвигают неприемлемые для противника условия. Майкл Кроули, специализирующийся на дипломатии и журналист газеты «Нью-Йорк Таймс», рассказал, чего хотят добиться чиновники из разных стран, когда говорят о переговорах. Аналитики и западные чиновники сходятся во мнению, что по факту мирные переговоры сейчас невозможны. Обе стороны заявляют о желании идти до победного конца. Более того, президент Украины Владимир Зеленский своим указом отверг даже теоретическую возможность идти на какие-то переговоры конкретно с Путиным. Как утверждает Кроули, риторика чиновников направлена не на приближение мирного договора. В первую очередь о переговорах заявляют, чтобы заручиться поддержкой союзников и выставить оппонентов в плохом свете. А для Киева это еще и способ напомнить западным партнерам, что нужно дальше поддерживать Украину. Тогда и переговоры станут ближе. Россия же с заявлениями о возможных переговорах склоняет крупные страны вроде Индии, ЮАР и Бразилии хотя бы к сохранению нейтралитета. Кремль показывает, что он больше Запада настроен на переговоры. И для других стран это может служить поводом, например, не вводить санкции против России. Так что Путину все еще остается с кем торговать. Американские чиновники на заявления о России реагируют однозначно. Это нонсенс. Страна вторглась соседу, аннексировала четыре области и требует их признания как одно из условий мира? Куда это годится-то вообще? Госсекретарь Блинкин недавно на Мюнхенской конференции по безопасности так и заявил. Если Россия выведет войска, то война закончится. Если Украина прекратит воевать, закончится сама Украина. Так что принимать агрессию России, отдавая ей землю Украины, нельзя. Это вообще-то будет плохой пример для возможных агрессоров в будущем. Сама Украина и до войны скептично смотрела на какие-либо сделки с Москвой. Минские соглашения, конечно, принесли перемирие, но к тому моменту Россия уже аннексировала Крым, а Донецк и Луганск не подчинялись Киеву. И вторжение российских войск год назад только убедило Зеленского, что попытки прийти к соглашению с Путиным тщетны. США тем временем отмечают, что риторика Путина может находить поддержку среди не занявших чью-то сторону в этой войне стран. Им легко поверить, что из-за наложенных на Россию санкций в мире растут цены на продовольствие. И стоит только найти компромисс, как все вернется на свои места. Вот только факт в том, что продовольствие – это исключение санкций, а вот поставки украинского зерна затруднены именно из-за вторжения России и действия России. Идея поскорее перейти к переговорам находит поддержку и среди людей в западных странах. Так, согласно декабрьскому опросу, сторонников переговоров и дальнейшей поддержки Украины в США было примерно поровну – 47 и 48%. И тренд показывает, что переговоры становятся популярнее. В Германии, например, 58% опрошенных заявили, что дипломатических усилий пока прилагается слишком мало. Но правительства этих стран пока не склонны ускорять процесс переговоров. А американские чиновники прямо заявляют – только самой Украине решать, когда и как вести мирные переговоры. Сегодня, в 370-й день войны, мы поговорим о взрыве российского самолета под Минском. Белорусская оппозиция называет это атакой местных партизан. Лукашенко призвал силовиков усилить бдительность и дисциплину. Под Бахмутом российские войска уже зашли в тыл гарнизону города. А Украина официально заявила, что готовит контрнаступление на весну. И оно будет на юге. Начнем с новости про самолет в Белоруссии. Напомню, что в воскресенье на военном аэродроме Мачулище в 12 километрах от Минска взорвался российский военный самолет дальней радиоразведки. Такие самолеты разведывают новые цели для российских ракетных атак. Оппозиционный ресурс белорусский Гаюн утверждает, что по самолету ударили местные партизаны двумя дронами Камикадзе. Исполнители атаки уже в безопасности за границей. А на месте нашли только пульты управления дронами. Лукашенко уже провел по этому поводу совещание со своими силовиками. Его пресс-служба показала короткое видео, где самопровозглашенный президент называет взрывы событием внутреннего и внешнего характера. Лукашенко призвал все ведомства, в том числе КГБ и милицию, сохранять жесточайшую дисциплину и усилить бдительность. Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное за мной. Самые большие изменения сейчас наблюдаются под Бахмутом. Российская армия за выходные смогла полностью закрепиться к северу от города, в селах Берховка и Ягодное. А в серии атак прорваться к местному водохранилищу между селами Богдановка и Берховкой. Таким образом, российские войска уже смогли зайти в тыл гарнизону Бахмута и немного развить успех своей операции по окружению города. Сейчас ясно, что основные атаки российских войск идут в сторону Богдановки и Часова Яра. Именно через Часов Яр сейчас и идут основные поставки продовольствия, техники и боеприпасов для гарнизона Бахмута. А украинская армия пока пытается стабилизировать фронт в северном секторе своей обороны у Бахмута. Именно он сейчас и выглядит самым опасным. Все продвижения российской страны за последние два месяца боев у Бахмута происходят именно здесь. В южном секторе обороны Бахмута украинские военные ситуацию стабилизировали. В последние недели российские атаки здесь вообще не дают никакого результата. У российских войск и вагнеровцев все хуже получается продавливать оборону ВСУ. Этому способствует снарядный голод. У российских сил обострился дефицит артиллерийских боеприпасов. А именно артиллерия в этой войне – основная сила, которые ломают оборону противника. Команда Conflict Intelligence Team по своим источникам обнаружила документы, подтверждающие предположение о том, что боеприпасы для Вагнера выделяли напрямую за подписью самого Валерия Герасимова. Но в распоряжениях начальника генштаба, конечно, написана не какая-то незаконная ЧВК, а одна из частей российского военного спецназа. А именно 22-я бригада спецназначения главного разведывательного управления генштаба. И вот уже оттуда снаряды для пушек шли в один из армейских разведцентров. И, кстати, по этим документам вагнеровцам передавали снаряды для самоходных артиллерийских установок «Тюльпан», которых вообще-то даже нет в воинских частях армейского спецназа. Продолжаются бои и на фронте у Донецка. Последние несколько месяцев здесь самой горячей точкой был Углидар. Но сейчас главные бои переместились поближе к Авдеевке. А это один из главных оборонительных узлов ВСУ на всем участке фронта. Здесь российские подразделения за последние дни вплотную подошли к Красногоровке и взяли Авдеевку в полукольцо. Сейчас гарнизон Авдеевки снабжается только по второстепенным дорогам в местных степях. А вот под Углидаром интенсивность боев хоть и упала, но российские атаки идут уже обычным способом. Российское командование бросает бронетехнику прямо по расстрельным артиллеристами ВСУ маршрутом. Вот на одном таком видео видно, как российская боевая машина пехоты несется прямо на перекресток смерти. Пересечение двух местных дорог, которая стала кладбищем бронетехники. И тут же в нее прямиком попадает снаряд. На фронте между Сватовой и Креминой участились российские атаки. Об этом говорят эксперты конфликт-интеллигенс-тима. Сюда на фронт прибывает все больше и больше российских подкреплений в людях и технике. И тем не менее, ВСУ продолжают удерживать линию фронта стабильной. Самые активные бои идут у Креминой, где российское командование пытается продавить оборону украинских сил и прорваться к Лиману. Это очень ожесточенные бои, где российская бронетехника атакует вкопанной в землю позиции ВСУ прямой наводкой с близкого расстояния. И тем не менее, российские атаки пока не имеют особых успехов. Возможно, потому что украинская армия тоже стягивает сюда дополнительные подразделения. Украина впервые официально заявила, где именно будет наступать в этом году. Это будет Южный фронт. Об этом для Deutsche Welle рассказал спикер главного разведуправления украинского Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, украинское наступление начнется весной. Цель такой операции — вбить клин между российскими войсками в Крыму и на Донбассе. А вообще, более глобальной целью будет выход на международно признанные границы Украины 1991 года. Кстати, это третий раз, когда Украина официально заявляет о направлении своей контрнаступательной операции. Подобное было летом прошлого года, когда украинские военные объявили операцию по освобождению острова Змеиной, не наступление на юге. Тогда украинский остров в Черном море освободили за пару недель. А вот в Херсон украинские солдаты вошли только в ноябре. Напомню, что направление на Мелитополь или Бердянск называют оптимальным для контратак ВСУ. Об этом говорят и международная пресса, и украинские военные эксперты. Да и сам главком ВСУ генерал Залужный в своей программной статье указывал судьбоносные 84 километра до Мелитополя, которые украинская армия не преодолеет без западной военной помощи. Между тем, сейчас, под конец зимы, степи Украины постепенно превращаются в жижу. Но весенняя распутиться больше будет помогать украинской стране, которая обороняется и сдвинула свои наступательные планы на середину весны, когда и получат западную бронетехнику. А вот российское наступление, которое идет уже почти месяц, к распутиться может закончиться разве что успехом под Бахмутом. Позавчера в Мехико-Сити люди вышли на улицы выразить негодование в связи с избирательной реформой. Правительство Лопеса Абрадора ужало финансирование независимого национального избирательного института и ограничило его полномочия. Этот институт – это общественная организация, которая занимается, собственно, организацией выборов в Мексике с 1990 года, после скандалов на выборах в 1988. Организацию обвиняют в коррупции и неэффективности. Однако протестующие подозревают, что таким образом Абрадор просто пытается продлить срок своей власти. Они требуют передать дело в Верховный суд Мексики. Всего на площади Конституции, по оценкам самих протестующих и полицейских, собралось более полумиллиона человек. Правительство города, состоящее преимущественно из членов правящей партии, не согласно с этими подсчетами и озвучивает цифру в 90 тысяч человек. Образовательный фонд «Международный бакалавриат», который составляет программы для множества западных школ, не будет вводить запрет на эссе, написанное с помощью чат-жепети. Единственное их условие — необходимо в самой работе указать, что она написана с помощью чат-бота. По словам представителей фонда, опасность плагиата при использовании подобных программ не выше, чем при покупке эссе на заказ. Калькуляторы и онлайн-переводчики уже создавали подобные проблемы в прошлом, но система образования всегда могла подстроиться под них. Использование нейросетей в написании эссе уже запретили в некоторых школах, например, в Америке, Индии и Китае. Однако представители Международного бакалавриата предпочитают другой подход. Вместо того, чтобы волноваться о новых технологиях, учителям надо обучать студентов, как искать ошибки в сгенерированных машиной текстах и проверять их качество. Ну и просто внимательнее проверять, как ученики усвоили материал. На этом все. Я с вами прощаюсь. До завтра.